Валерий Седов Старт дан! В Рязани проходят всероссийское соревнование по боксу Кубок командующего воздушно-десантных войск. Прижаться вправо, почему важно пропускать автомобиль скорой помощи. Музей театра и кино в Рязани о рязанских актерах. С 3 по 6 апреля в Академии единоборств города Рязани проходит всероссийское соревнование по боксу Кубок командующего воздушно-десантных войск на призы Героя России генерала-полковника Шаманова. О старте соревнований далее в сюжете. Чемпионат на Кубок командующего ВДВ по боксу начинается с показательных выступлений самих десантников. Приемы рукопашного боя, оборона от ножа, четкие и отточенные движения. Рязанцы приветствуют гостей чемпионата красивыми номерами. Восемьдесят три боксера от девятнадцати до сорока лет из двадцати двух регионов страны. Это и представители спортивных клубов России, а также всех соединений воздушно-десантных войск Российской Федерации. Рязань представляют три команды десантников и боксеры спортивных клубов. Всего 24 человека. Уровень всероссийских соревнований высокий. Здесь чемпионы страны, мастера спорта России, международного класса, мастера спорта России. По организации говорят, это уровень чемпионата России. Это всероссийские соревнования, которые дают право за выполнение норматива мастера спорта, если спортсмен становится чемпионом. Также, если он уже мастер спорта или мастер спорта международного класса, то он завоевывает путевку на чемпионат страны. Здесь двойная задача у спортсменов стоит. Некоторые приехали именно за путевками, некоторые приехали выполнять мастера спорта. Спортсмены сражаются за награды в 13 весовых категориях. Сейчас проходят предварительные поединки. Финальные бои и церемония награждения состоятся в субботу 6 апреля. На финалы и церемонию закрытия в качестве почетных гостей приедут четверо олимпийских чемпионов. Заместитель прокурора советского района города утвердил обвинительное заключение по необычному уголовному делу. В правоохранительных органах рассказали, что 35-летний рязанец присвоил вверенное ему имущество в крупном размере. Подробности уголовного дела в нашем следующем материале. Все произошло в сентябре прошлого года. Подозреваемый работал инкассатором. В один из дней, по версии следствия, вместе с напарником мужчина отправился на производство инкассаций из 34 торговых предприятий города. Приехав на очередную точку маршрута, обвиняемый остался в салоне автомобиля 1, где взял один из сейф-пакетов и изъял из него 280 тысяч рублей. После смены он достал деньги из-под сидения и распорядился ими по своему усмотрению. Узнали об этом довольно просто. Салон автомобиля был оборудован видеокамерой. Она и запечатлела действия мужчины. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации до 6 лет лишения свободы. Согласно ПДД, если по дороге едет автомобиль скорой помощи, включенной сиреной и проблесковыми маячками, другим водителям нужно прижаться вправо, при необходимости даже остановиться. Вот только придерживаются ли рязанцы правил, выяснили сотрудники госавтоинспекции. Что случилось? Ожидайте, приедет привод. Путь предстоит не близкий, практически на другой конец города. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи включает сирену, проблесковые маячки и вперед на очередной выезд. Следом за машиной едет патруль ДПС. Инспекторы следят, кто из водителей скорую не пропускает. Таким грозит серьезный штраф. За непредоставление преимущества движения транспортным средством, имеющим нанесенные на наружной поверхности специальные цвето-графические схемы, надписи и обозначения с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 1 года. Важное уточнение касается это и пешеходов. Если услышали сирену, лучше на пешеходный переход не выходить. А если вышли на проезжую часть, то дорогу лучше освободить. Это тоже прописано в правилах дорожного движения. Пока же проезду автомобиля скорой помощи никто не мешает. Водители включают поворотники, смещаются в правый ряд. В общем, экипаж пропускают. Даже пешеходы, согласно правилам, остаются стоять на тротуаре. В общем, ехали, можно сказать, спокойно. Водители скорой помощи, кстати, говорят, что такое бывает не всегда. Как я работаю уже 7 лет на скорой помощи, ну где-то 70% пропускают. Тут еще вот много зависит. Телефоны у них в руках, и не всегда они успевают среагировать на все это. Ну а молодые люди, может, из-за вредности так делают. Он там прав, считает, что... Водитель скорой упомянул, что не пропускают чаще всего на перекрестках. Так оно и произошло. Останавливайся справа! Теперь водителю грозит штраф. Как уже упоминали сотрудники госавтоинспекции, от 3 до 5 тысяч рублей. Либо лишение права управления автомобилем на срок от 3 месяцев до 1 года. А на дороге бывает всякое. Вот, например, ситуация от 3 марта прошлого года. На улице Зубковой водитель легковушки не стал пропускать автомобиль скорой. Очевидцы пишут, что мужчина даже в драку полез. На место происшествия вызвали сотрудников госавтоинспекции. Но до приезда инспекторов водитель, говорят, уже уехал. Или вот видео от 22 года. На северной окружной водитель Рено Дастер тоже не пропускает машину скорой медицинской помощи. Авторы ролика написали, что ехала машина с включенной сиреной и световым сигналом. Плюс просила через громкоговоритель уступить дорогу. Бригада спешила на ДТП, в котором пострадал ребенок. Уже после стало известно, что водителя привлекли к административной ответственности. Штрафу в 3 тысячи рублей. Сотрудники госавтоинспекции напомнили, что непредоставление преимущества транспортным средствам экстренных служб может привести к трагическим последствиям. Так как для спасения жизни человека важна каждая секунда. Спонсор программы День города – выставка продажи икра и рыба Камчатская. Морепродукты с Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. В Рязани откроют музей театра и кино. В галерее будут проводить творческие встречи, показывать черно-белые фильмы и проводить интерактивные экскурсии. Далее расскажем о биографии каких артистов, связанных с Рязанской землей, можно узнать в музее. От 19 века и до наших дней в музейной галерее театра и кино собрали целую коллекцию вещей, рассказывающих об истории великих артистов, которые родились в нашем регионе или как-то связаны с Рязанской землей. Идею этого проекта Ольга Серегина вынашивала давно. И вот спустя год работы с архивами и сотрудничества с краеведами, музейная галерея практически готова к открытию. Тем было много, и рассматривали самые интересные, и поняли, что в Рязани нет такого места, где могли бы быть собраны все экспонаты о наших творческих людях, людях театра и кино. Часть экспонатов, моя личная коллекция, многие экспонаты нам присылали из Москвы, люди, которые, коллеги актеров этих, которые знали их при жизни, собирали их афиши, фотографии. Они с удовольствием нам представили, прислали по почте. Некоторые привезли лично, например, супруга Игоря Старыгина, Екатерина Табашникова, привезла нам, поделилась личными вещами Игоря и предоставила в нашу музейную галерею. Любовь Толкалина, Юрий Быков, Владислав Абашин, Илья Малаков. И это только часть талантливых рязанцев, чьи фотографии, личные документы, награды и афиши можно увидеть в музейной экспозиции. Более того, по словам сотрудников галереи, коллекцию планируют регулярно пополнять. Экскурсия вообще будет начинаться с того зала, где мы сейчас находимся. Тут мы расскажем немного вообще об истории кино, какие известные актеры там входили, например, как Ирина Пегова, тот же самый Игорь Старыгин, который, мне кажется, все знают его по роли Арамиса в фильме «Д'Артаньян и Тремешки Тера». Я думаю, что экскурсия будет интересна любому возрасту, и взрослым, и детям. Если это дети, то это будут проводиться мастер-классы какие-то, также с небольшой интерактивной программой смогут поучаствовать, наверное, даже в каких-то небольших спектаклях. А еще на экскурсиях покажут отрывки из фильмов с участием наших рязанских актеров на настоящем пленочном кинопроекторе. И любой сможет погрузиться в историю Рязанского театра и кино в соответствующей атмосфере. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова